Итак, мы очень рады представить вам лекцию заведующего отделом региональных исследований Института всеобщей истории Российской Академии Наук Осипова Евгения Александровича. Добрый день, Евгений Александрович! Пожалуйста, просим объявить тему вашей лекции, и мы внимательно слушаем. Здравствуйте, уважаемые участники! Тема у нас написана, да, это от ислама во Франции к французскому исламу, к вопросу о карикатурах и мигрантах. Ну, я попытался так более актуально сформулировать тематику, чтобы было поинтересней. Понятно, что мы будем говорить не про ислам, да, это не исламоведческая лекция, сам я франковед, вот мы будем говорить о том, как во Франции сложилась сегодняшняя ситуация, вы все знаете, да, смотрите новости, что Франция как раз страна, где наиболее ярко выражены проблемы между, проблемы мигрантского населения, которое не может полностью интегрироваться во французское общество, и во Франции, где проживает наибольшее количество мусульман среди европейских стран. Как раз эти проблемы выражены наиболее ярко, поэтому мы на примере Франции вот попытаемся так какие-то самые общие вещи обсудить сегодня. Сначала немного статистики, потому что обычно, когда говорят про мусульман, про Францию, про арабское меньшинство французское, совершенно непонятно, сколько на самом деле мусульман во Франции. Вообще, насколько действительно это значимая проблема. Так вот, мусульман во Франции около 6 миллионов, если брать в процентном соотношении, то это 8% населения. То есть это далеко не самая большая этническая и религиозная группа во Франции, всего 8%. При этом, если, ну, проводились такие опросы, если спросить у французов, как католиков, так и мусульман, сколько же во Франции мусульман, то сами французы, причем как мусульмане, так и не мусульмане, в среднем отвечают, что 30%. То есть сами жители Франции считают, что мусульман в стране во много раз больше, чем есть на самом деле. В реальности же всего около 6 миллионов, причем в эту статистику французскую официальную входят не только те, кто сами себя считают мусульманами, но и те, кто являются детьми мусульман. То есть даже если, например, человек не считает, что он мусульманин, но у него родители, например, алжирцы и марокканцы, то его все равно записывают в статистику как мусульманина. И вот таких людей около 6 миллионов в современной Франции. При этом надо понимать, что ислам – это самая практикуемая религия в современной Франции. То есть католиков в стране намного больше, чем мусульман, но если считать только тех, кто регулярно ходит в места культа, в соборы или в мечети или в синагоги, то мусульман в мечети ходят больше, чем католиков в соборы. То есть из вот этих 6 миллионов французских мусульман 2,5 миллиона регулярно посещают мечети, в то время как католиков регулярно посещающих соборы чуть больше миллиона. Также очень важно понимать, что 75% французских мусульман – это граждане Франции, то есть это никакие нелегальные мигранты, которые куда-то приезжают в какие-то лагеря, это 75% из них граждане страны, более того, 51% французских мусульман, то есть больше половины – это люди, родившиеся во Франции. То есть они полностью французы, это люди, которые закончили школу во Франции, у которых французский язык родной, большинство французских мусульман не знают арабский язык, поэтому на самом деле ситуация с исламом во Франции – это не вопрос мигрантов, это на самом деле вопрос существования уже давно французского ислама, настоящего французского ислама со своей системой и который, в общем, отличается от традиционного ислама. Также мы должны понимать, что из вот этих 6 миллионов французских мусульман 30% никогда не читали Коран, ни на французском, ни на арабском языке, то есть они мусульмане скорее по происхождению, при этом сами они, в общем, не сильно связаны с исламской религией. Еще 26% из них редко читают Коран, то есть больше половины французских мусульман на самом деле плохо себе представляют, в чем, собственно говоря, состоит исламская религия. Очень актуальный вопрос – это, например, ношение религиозной одежды, скажем, ношение женщинами хиджабов. Так вот, во Франции 65% мусульман выступают за регулярное ношение женщинами хиджаба, при этом делают это 23% французских мусульман. То есть 65% за, но делают это только лишь 23%. Причем здесь очень интересная история. В Европе, да и в России часто думают, что само по себе ношение хиджаба – это желание мужчины, что есть давление со стороны мужчин к тому, чтобы женщины носили хиджаб. Так вот, это совершенно не так. Во Франции 70% французских мусульман выступают за ношение хиджаба, в то время как среди мужчин, мусульман, всего 58% выступают за ношение хиджаба. То есть женщины даже в большей степени выступают за эти нормы, чем мужчины. Это вот если просто ввести в курс дела, в курс проблемы. Теперь давайте чуть-чуть хронологии, какие-то основные события, как вообще во Франции зарождался французский ислам, в какие года это происходило. На самом деле, ребят, ислам во Франции – это религия новая, неукорененная, неисторическая, нетрадиционная, в отличие от России, где ислам является религией исторической, традиционной, одной из основных на протяжении многих веков. Во Франции же еще в начале 20 века, 100 лет назад, было в самой митрополии, если мы не берем колонии французские, а именно митрополию французскую, было около 4000 мусульман в начале 20 века. То есть это была очень маленькая группа населения, в основном это были алжирцы, проживавшие на территории митрополии. Численность мусульман увеличилась в период Первой мировой войны, и, собственно говоря, как раз после Первой мировой войны построили Первую мечеть в Париже, Большую Парижскую мечеть, которая до сих пор является единственной в Париже мечетью с минаретом. И тогда же, после Первой мировой войны, появилось первое кладбище мусульманское в Париже. Постепенно количество мусульман во Франции увеличивалось, ну вот, скажем, после Первой мировой войны это уже было 170 тысяч алжирцев и 135 тысяч марокканцев, которые проживали именно на территории французской митрополии. Постепенно это число увеличивалось, резкий скачок, резкое увеличение количества мусульман во Франции произошло после Второй мировой войны, когда была нехватка рабочей силы, нужны были мигранты, и мусульмане, прежде всего из стран Северной Африки, поехали во Францию, чтобы работать и содержать свои семьи. Так вот, собственно говоря, тогда, после Второй мировой войны, начали происходить основные события, которые привели к сегодняшней ситуации с исламом во Франции. Какие здесь ключевые события, ключевые точки? Ну, первое, это то, что в связи с нехваткой жилья и вообще нехваткой качественного жилья для всех французов после Второй мировой войны в 50-е и 60-е годы стали создавать новые жилые районы в пригородах крупных городов. Вот в России, если знаете, да, при Хрущеве, вы изучаете историю России, строили хрущевки, да, пятиэтажные панельные дома, которые позволяли людям переехать из коммунальных квартир и жить в собственной квартире. Во Франции в те же годы, в 50-е и 60-е, происходила аналогичная ситуация. Было несколько программ по строительству массового дешевого жилья, но при этом качественного, с водопроводом, с канализацией. Только там строили не пятиэтажные панельные дома, а такие 14-15-этажные башни. И делали это в пригородах крупных городов Парижа, Леона, Ниццы. И поначалу, в 60-е годы, в конце 50-х, это были жилищные комплексы, жилые комплексы, где жили представители самых разных национальностей. Это были и коренные французы, и мигранты. И, в общем, все там спокойно жили, дружно работали, не было никаких особых проблем, потому что 60-е годы – это время бурного экономического роста, когда не было безработицы фактически во Франции, и люди, в общем, работали и не обращали внимания на то, что существуют какие-то там религиозные или этнические проблемы. А вот с начала 70-х годов, когда прекратился экономический рост, когда стала расти безработица, возникла ситуация, при которой вот в этих новых жилых комплексах, новых жилых районах стало резко расти безработица. Собственно говоря, во Франции с 60-го по 70-е годы количество безработных увеличилось в 10 раз примерно. Соответственно, первыми безработными стали как раз эти самые бывшие мигранты, которые приехали во Францию работать. И дальше коренные французы, которые не испытывали таких проблем с безработицей, они стали уезжать из этих пригородов в другие районы, более престижные. А мигранты там остались. И в итоге в этих районах как раз процент мигрантов стал очень резко расти. К концу 70-х уже каждый второй ребенок в пригородах крупных городов французских был мигрантского происхождения. И вот как раз таким образом и возникли те самые гетто, которые мы сегодня видим в пригородах крупных городов французских, где как раз наиболее напряженная ситуация, то это возникло стихийно, таким естественным образом из-за экономических тенденций. И это не была иммиграционная политика Франции. То есть это возникло в связи с объективными обстоятельствами. И дальше именно в этих пригородах, собственно, и началась та самая проблема с религиозным радикализмом, с политическим исламом, который есть сегодня во Франции. И здесь очень важно, что в 80-е годы, на это сейчас начинают обращать внимание в историографии, в 80-е годы произошло два события во Франции, которые полностью противоположны по своему духу. И они как раз таки и характеризуют зарождение этой проблемы, которая есть сегодня. Какие это события? В 83-м году, в юбилей знаменитого марша Мартина Лютера Кинга на Вашингтон, помните, что был такой марш, где Мартина Лютера Кинга произнес свою знаменитую речь «I have a dream». Собственно говоря, в 83-м году, в юбилей этого марша, французские арабы решили провести аналогичный марш из Леона в Париж, «Пеший марш из Леона в Париж». Связано это было с тем, что в начале 80-х во Франции произошел довольно значительный рост российских радикальных настроений по отношению к мусульманам, то есть они подвергались дискриминации и даже насилию. И вот в 82-м, 81-м годах 40 молодых людей на улицах Франции, арабского происхождения, были убиты по российским мотивам, то есть на них нападали местные националисты, убивали. Вот 40 человек точно погибли именно из-за российских проявлений. Арабы, которые жили, молодежь арабская, которые жили как раз в этих пригородах крупных городов, решили провести некую мирную акцию в честь Мартина Лютера Кинга, вот «Пеший марш на Париж». Изначально из Леона их вышло несколько человек, поначалу, в общем, над этим маршем все смеялись, поскольку их там 5-6 человек шло. Но в итоге в Париж пришло несколько сотен тысяч человек. Причем это были не только мусульмане и не только арабы, это были в том числе и коренные французы, которые считали, что эта проблема существует, проблема дискриминации арабского населения, и тоже, в общем, подключились к этому маршу. В итоге в Париже организаторов марша принимал Франсуа Миттеран, тогдашний президент Франции. И это такое очень известное событие. Марш назывался «За равенство и против расизма». То есть здесь очень важно понять, что в 83-м году, когда вот эти самые представители арабского меньшинства Франции шли на Париж, они шли с лозунгом, что они такие же, как французы. То есть они-то, собственно говоря, хотели просто, чтобы против них не было дискриминации. Они хотели обычных рабочих мест, не более того. К ним при этом относились как к мигрантам, которые хотят получить рабочие места, хотя подавляющее большинство из тех, кто шел на Париж, собственно говоря, были французами по гражданству и более того, закончили французскую школу. То есть они просто хотели равенство по отношению к себе. Это 83-й год. 89-й год, чего через 6 лет после этого? Это первый скандал во французских колледжах, ну, во французских школах, можно сказать, с ношением религиозной одежды. 89-й год. Это колледж города Крей, это пригород Парижа. Сегодня это там 15 минут на электричке до центра Парижа. В городе Крей две девушки, мусульманское вероисповедание, отказались снимать хиджаб на уроках. Их в итоге отчислили из школы за это. И там пошел большой скандал на тему, можно ли вообще носить религиозную одежду в государственных учебных заведениях. Почему я вам привожу два этих события? Между ними 6 лет, 83-й и 89-й год. За это время вообще вся суть проблемы изменилась кардинально. То есть, если в 83-м году арабская молодежь шла с лозунгом равенства, что они просто хотят такого же отношения к себе, как будто они французы, тем более, что они действительно французы. И всего через 6 лет уже арабское меньшинство Франции выступает за то, что они хотят не равенства, а они хотят защиты своих прав, как мусульманского населения. То есть, чтобы, например, у женщин было право на ношение хиджаба. О чем это говорит? О том, что французские власти на самом деле всего за 6 лет упустили эту ситуацию. То есть, это буквально несколько лет, когда ситуация полностью изменилась. Это очень важно для других стран, в том числе для России, например, для других европейских стран, понимать, что это происходит очень быстро. И власть должна отвечать сразу на совершенно законные желания своей части населения. В 83-м году французы, французские власти, в том числе президент Миттеран, они не отреагировали на этот марш на Париж. То есть, Миттеран просто принял организаторов марша, поговорил с ними. На этом все закончилось. Единственное, что сделали французские власти за последующие годы, это организовали некое общественное движение «Сосрасизм», которое существует до сих пор, которое должно было бороться с проявлением дискриминации по отношению к мусульманам во Франции. В реальности этой организации не было, что называется, на местах, то есть в тех самых пригородах, о ней никто не знал. Но фактически французские власти устранились тогда в середине 80-х годов от решения этой проблемы. И пропустили тот момент, когда вот этот вакуум, когда арабской молодежи никто не интересовался, ее проблемами никто не интересовался, в итоге ими заинтересовались радикальные религиозные группировки, которые очень активно в 80-е годы стали работать в пригородах французских городов. И к 89-му году резко увеличилось именно количество радикальных мусульман среди молодежи, которые как раз стали требовать вот именно уже такого религиозного законодательства, то есть разрешения на ношение хиджаб в учебных заведениях. Это вот ключевые события 80-х годов. В дальнейшем еще несколько таких важных дат. 2004 год – это принятие закона о запрещении ношения религиозной одежды в школе. С 89-го по 2004 год потребовалось 15 лет, чтобы принять этот закон. Закон очень неудачный, сегодня об этом уже все говорят. То есть он просто запретил все, что связано с религией в школе. 2005 год – это дата, с которой принято сегодня считать, что среди радикальных группировок, радикальных религиозных группировок, которые работали во Франции, вот с 2005 года лидерство уже очевидно на стороне салафитов. То есть если до этого были более умеренные религиозные течения, то с 2005 года во Франции в особенности, и в Бельгии тоже в особенности, и в некоторых других европейских странах салафиты, очевидно, становятся лидерами вот этого молодежного ислама, скажем так, и начинают очень активно именно участвовать в жизни французской молодежи. Вот это с 2005 года очевидно, прошло с тех пор, вы видите, не так много времени, но сегодня это еще более заметно. Ну и 2015 год, всем вам известные события с расстрелом редакции Шарли, это вы все слышали в 2015 году, это уже событие, которое на самом деле пыталось преподноситься французскими властями как некое единство французской нации по отношению к свободе слова. На самом деле как раз-таки 2015 год он характеризует полный раскол французского общества, такой непримиримый раскол между теми, кто в свободе слова видит полную свободу на все, в том числе на карикатуры и на оскорбления чувств верующих, и на тех, кто это в принципе не приемлит и считает это просто преступлением против себя. Это если мы попытались тогда хронологически посмотреть на эти события, и теперь вот оставшееся время мы посвятим на самом деле вот как бы сути этой проблемы, которая есть сегодня во Франции, и насколько это может быть полезно для других стран, в том числе для России. Значит, что показывает, собственно говоря, французский опыт, который в основном негативный, но тем не менее, да, негативный он тоже опыт. Первое, что надо сказать, это то, что французский опыт показывает, что попытки законодательного регулирования религиозных вопросов, острых религиозных вопросов, обычно приводят к негативным последствиям. Вот тот самый закон о запрещении ношения религиозной одежды в школе в 2004 году на самом деле привел к тому, что количество девушек, которые носят хиджаб, во Франции резко увеличилось после этого. То есть французские законодатели пытались как раз-таки сделать так, чтобы хиджабов не стало на французских улицах, а в реальности добились абсолютно противоположного эффекта, потому что когда вам запрещают делать то, что вы считаете правильным, вы, соответственно, считаете, что, ну как сказать, надо подчеркнуть, что это неправильно. И действительно, это усилило и позиции радикальных группировок внутри исламского сообщества Франции. И те, кто раньше не носили хиджаб, будучи мусульманками, теперь стали носить хиджаб, просто подчеркивая, что они не согласны с законодательством 2004 года. Сегодня уже большинство французов, не только мусульман, а всех французов считает, что этот закон неправильный, что его надо отменять, но пока его никто не отменяет. Значит, это, собственно говоря, первое. Нужно очень осторожно подходить к законодательному регулированию проблем. Второе. Нужно вообще очень осторожно подходить к любым изменениям в образовательной политике. Это касается не только религиозных вопросов, а любых вопросов, связанных с образованием. Французы показывают, что поспешные какие-то попытки введения и реакции на конъюнктурные события могут приводить к ухудшению ситуации. Ну, например, вы знаете, что в октябре 2020 года, недавно совсем, во Франции был убит учитель Самуэль Пати за то, что показывал карикатуры французским школьникам. И реакцией французских властей на это стала попытка объявить карикатуры, в том числе и карикатуры религиозного характера, объявить частью французской школьной программы, объявить частью французской культуры. К счастью, в итоге дальше это было отменено, Макрон не стал настаивать на этом. Но, тем не менее, первая реакция была именно такой. Сказать, что Самуэль Пати был абсолютно прав, показывая оскорбительные карикатуры, потому что это часть свободы слова. Опять же, практика показывает, что если поступать подобным образом, то власть сама толкает умеренных мусульман в руки радикальных группировок. Потому что понятно, что как только вы начинаете принимать антиисламское законодательство, конечно, это усиливает позиции радикалов, которые говорят, что вот-вот, видите, мы предупреждались, что так оно и будет. И эффект противоположный. Вместо того, чтобы делать ставку на умеренных мусульман, которых во Франции абсолютное большинство среди мусульман, именно умеренных представителей ислама, вы в итоге ослабляете позиции умеренных мусульман и усиливаете позиции тех же самых салафитов. Это второе, что нужно иметь в виду, когда мы слышим о кризисе французской идентичности или о кризисе политического ислама во Франции. Третье, что нужно иметь в виду, это то, что радикальные религиозные группировки работают очень четко с определенными группами населения и в определенных местах. Ну, например, собственно говоря, салафиты во Франции работают через несколько социальных институтов. Это прежде всего школы и тюрьмы. То есть это целенаправленная работа с заключенными и с школьниками. Причем работа по двум направлениям. В школах именно просто проповедуется радикальный ислам, а в тюрьмах проповедуется именно джихадизм. То есть это именно то, что наиболее радикальная составляющая, которая призывает, собственно говоря, к джихаду. И последние теракты, которые были во Франции, вот начиная с 15-го года, в основном все эти теракты совершены людьми, которые вышли из тюрьмы, где сидели за мелкие правонарушения, попали в тюрьму, будучи совершенно обычными мусульманами просто по происхождению и обычными там воришками, а вышли из тюрьмы через несколько лет радикальными джихадистами и стали совершать уже террористический акт. Вот это очень важно понять, что радикальные религиозные группировки работают во Франции и в Бельгии, прежде всего, через конкретные совершенно социальные институты. И политику надо выстраивать, соответственно, исходя из этого. Французские власти пытаются это делать, особенно по отношению к школам. Собственно говоря, много что сделано в последние годы. Например, теперь обязательное посещение детского сада с трех лет во Франции. Это связано с тем, чтобы увеличить срок обучения, с тем, чтобы лучше интегрировать детей, сразу их интегрировать в французское общество, чтобы дети мусульманского происхождения в три года шли во французский детский сад государственный и там уже сразу приобщались к нормам, которые приняты во французском обществе. Это, наверное, логичная идея со стороны французских властей. Другое дело, что мы пока не знаем, насколько это сработает, поскольку это все только решение 2020 года. Также, что мы должны иметь в виду, как некий опыт французских властей, в том, что ориентироваться в миграционной политике, в том, что касается именно ислама, необходимо именно на умеренных мусульманах. Именно вокруг умеренных мусульман должна выстраиваться система государственного ислама. То есть, по большому счету, об этом много сегодня говорят во Франции, французские власти должны признать, что ислам является второй религией в стране просто по количеству приверженцев, первой религией в стране, если мы говорим именно о практике религиозной, это данность, от которой невозможно уйти. Нужно перестать рассказывать всем поговорки на тему того, что в чужой монастырь со своим уставом. Это все не имеет никакого отношения к реальной составляющей, поскольку, еще раз говорю, подавляющее большинство французских мусульман – это французы, это люди, которые живут в своем монастыре и совершенно не понимают, когда им говорят про чужой монастырь. Франция – это их страна. Более того, очень многие из них никогда не были в странах своего происхождения, например, в Алжире или в Марокко или где-то еще. Более того, их там и не ждут, собственно говоря. Они давно французы, которые на самом деле просто борются за свои права. Собственно говоря, власть должна выстраивать свою миграционную политику, которая уже на самом деле не миграционная, а скорее просто такая национальная, религиозная политика. Должна выстраивать, прежде всего, по отношению к умеренным мусульманам, которых, еще раз говорю, подавляющее большинство во французском обществе, они не испытывают особых проблем с интеграцией во французское общество. И именно на базе умеренного ислама нужно бороться с радикальным исламом. То есть бороться нужно не вообще с исламом, в принципе, как это иногда происходит в Европе, а с радикальными проявлениями, признавая, что ислам – это неотъемлемая часть современного европейского общества. И, соответственно, что эти люди имеют право на нормальные проявления жизни. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы, если они есть. Так, у нас кто-то микрофон должен передавать, да? Спасибо. Спасибо за интересную лекцию. У меня вопрос. Как вы сказали, что все во Франции, они понимают и согласны, что это неправильно, это решение, что нельзя носить религиозную одежду в школе, например, или в общественном месте. Но государство не отменит этот закон. И по-вашему, как будет дальше? Если говорят, например, во Франции, это страна права, там защита права, можно сказать, хорошо, равенство есть, как будет дальше? Я понял, да, я понял. Смотрите, я говорил, что не все во Франции считают, что это неправильно, запрет на ношение религиозной одежды. 55% французского населения считают, что этот закон неправильный. Они не выступают за ношение религиозной одежды в школах. Они считают, что этот закон вредит, что сам факт его принятия на самом деле ухудшает ситуацию и выступают за то, чтобы этот закон изменить. Они на самом деле не за то, чтобы носить религиозную одежду во французских школах. Нет. Они просто считают, что та форма, в которой этот закон был принят в 2004 году, она оскорбительна по отношению к части французского общества и провоцирует эту часть на ответные действия. Какие могут быть с этим связаны дальнейшие действия? Вот, собственно говоря, сейчас принимается во Франции закон об укреплении республиканских ценностей, где очень много будет посвящено именно школе. Там, естественно, не будет изменен этот закон, то есть там по-прежнему будет сохраняться запрет на ношение религиозной одежды, но там будет много, там будет попытка превратить все, что есть сегодня социального во французских районах, во французских городах, объединить в некое единое целое, ну, то есть, условно говоря, чтобы школы, спортивные секции, религиозные учреждения, какие-то там социальные объекты, объекты культуры, все были объединены в некий единый кластер, в котором вопрос религиозной радикализации будет основным. То есть где будет такой комплексный подход к предотвращению радикализации молодежи. Это сейчас только принимается, насколько это сработает, но это мы увидим в будущем. Добрый день. Вы в своем рассказе упомянули журнал французский Шарли Абдо. Упомянули события, связанные с этим журналом, и возник такой вопрос. Шарли Абдо выпускает карикатуры, связанные с темой ислама. Карикатуры, как известно, это сатиритическое отношение к какой-то либо проблеме, и в ответ на это о мусульмане, ну, так скажем, население, которое поживает во Франции, говорит, нет, вы говорите плохо о пророке Мухаммеде. И таким образом возник вопрос, не является ли это ограничение прав свободы непосредственно во Франции, то есть выражение прав гласности непосредственно Шарли Абдо, и теми правами, которые выдвигают непосредственно мусульмане, живущие во Франции. Спасибо. Смотрите, все, что связано с журналом Шарли Абдо уже долгие годы, это чистой воды коммерческая вещь. То есть на самом деле Шарли Абдо это журнал малоизвестный, вообще-то говоря. Это журнал, у которого до 2015 года, до момента расстрела редакции Шарли Абдо, было очень мало подписчиков. Он был известен в узких кругах, его никто не читал. Собственно говоря, читать его вообще бессмысленно, то есть это просто карикатуры, на которые кто-то посмеется, кто-то оскорбится, не более того. Шарли Абдо намеренно использует религиозную тематику для того, чтобы поднимать известность свою, рейтинги и прочее. И та шумиха, которая есть вокруг этого журнала вот уже долгие годы, на самом деле она выгодна именно Шарли Абдо. То есть вот то, что мы с вами сейчас обсуждаем, этот журнал, в этом и есть цель этого журнала. Они для этого и публикуют карикатуры на пророка Мухаммеда. Причем даже расстрел их редакции не привел к изменению их политики. Они по-прежнему публикуют карикатуры на пророка Мухаммеда. В чем разница между Самуэлем Пати, которого убили в 1920 году, и расстрелом редакции Шарли Абдо в 1915 году? Разница очень большая, потому что Шарли Абдо это частный журнал, который не имеет никакого отношения к государственной политике. И, собственно говоря, он делает то, что хочет. Формально законодательство они не нарушают, и закрыть его за эти карикатуры нельзя. 1920 год и убийство Самуэля Пати это совсем другая история, потому что Самуэль Пати показывал эти карикатуры, карикатуры журнала Шарли Абдо в государственном учебном заведении, в государственной школе. Это не частный журнал, который можно читать, а можно не читать. Это школа, в которой, собственно говоря, дети присутствуют на уроке. И негативная реакция, очень негативная реакция исламского сообщества Франции в 1920 году на показ этих карикатур Самуэля Пати, я сейчас говорю не убийство Самуэля Пати, а сама реакция на то, что он показывал эти карикатуры, она была связана с тем, что мы видим, что теперь это поддерживается французскими властями уже, карикатуры получается. То есть, если вы карикатуры начинаете показывать в школе, значит, это часть государственной политики. Это уже не журнал Шарли и Бдо. Собственно говоря, вот в этом была суть проблемы в конце 1920 года. К счастью, французские власти в итоге это поняли, Макрон даже дал интервью телеканалу Аль Джазира, где все-таки объявил, что карикатуры это часть французской культуры, но антирелигиозные карикатуры не являются частью французской образовательной программы. И, наверное, все-таки их не будет в дальнейшем в образовательной программе, потому что Самуэль Патита, он, собственно говоря, проявил личную инициативу. Его никто не заставлял показывать эти карикатуры на уроках по свободе слова. Это была его личная инициатива, которая привела вот к очень негативным последствиям для всех, собственно говоря. Так, еще есть какие-то вопросы? Добрый день, спасибо за интересную лекцию. Меня зовут Парфе, астраханский государственный университет. Вы правильно это сказали, да, в конце 2020 года умер во Франции Самир Пати. После этого выросла идея о том, что ислам стал оружием против единства во Франции. Вы как об этом думаете? Ислам станет оружием против чего? Единства во Франции. Единства во Франции. Единства? Да, как вы об этом думаете? Спасибо. Ислам как оружие против единства во Франции. На самом деле, ребят, французское общество расколото по этому вопросу давно. Если вы как-то интересуетесь, если кого-то интересует французская тематика, то самая известная книга, которая вышла во Франции за последние годы, которая стала просто бестселлером и имеет наибольшие продажи во Франции, это книжка то ли 19-го, то ли начало 20-го года, Жером Фурке, ее автор, называется она «Французский архипелаг». И ее смысл в том, что как раз французское общество расколото по самым разным мотивам, в том числе по религиозному и по этническому, и это больше не единая страна, а вот такой архипелаг из таких островов, которые не соприкасаются друг с другом. Поэтому, да, конечно, не сам Самуэль пойти, и не убийство Самуэля пойти, а вообще вот этот кризис национальной религиозной идентичности в современной Франции, конечно, он приводит к расколу во французском обществе, это 100%. И как раз французская политика должна строиться на теме объединения французского общества, а не дальнейшего его раскола. Вот это, наверное, задача ближайших лет для французских властей. Евгений Александрович, у нас есть еще время, есть еще время и вопросы, пожалуйста, вы еще раз говорили про Самуэль Патти и про карикатуру, и смотря на то, что у нас звук на слова во Франции, почему вы думаете, что Самуэль Патти был неправ показывать карикатуру студентам, потому что студенты должны... Почему Самуэль Патти был неправ показывать карикатуру студентам? Я совершенно не говорил, что Самуэль Патти был неправ показывать карикатуры. Я вам говорил, что это была его личная инициатива, Самуэль Патти. Самуэль Патти проводил урок свободы слова в школе на базе религиозных карикатур. Значит, был ли он прав или не прав, с точки зрения французского законодательства он не совершил ничего криминального. Он показывал те карикатуры, которые были опубликованы в 2015 году официально, которые не запрещены и он их показал. Он, конечно, не виноват в том, что его убили. Конечно, нет. Конечно, это трагедия, что человека убили, никаких вопросов нет. Но то, что это была провокация со стороны Самуэля Патти, это очевидно. То есть, Самуэль Патти показывал карикатуры на пророка Мухаммеда не в обычной школе в центре Парижа. Он показывал это в довольно проблемной школе, которая находится в проблемном регионе, где, как минимум половина учащихся были мусульманами. Он показывал карикатуры на пророка Мухаммеда мусульманам в ситуации, когда они как бы не могли ничего сделать, поскольку это урок в школе. В этой ситуации он, наверное, был неправ, потому что он специально провоцирует мусульман на то, чтобы они начали с ним спорить по вопросу свободы слов. Собственно говоря, они и начали это делать. К сожалению, это в итоге вылилось в то, что совершенно другие люди, не имеющие отношения к этим школьникам, в итоге начали кампанию против Самуэля Патти, которая вылилась в то, что его убили. Понятно, что его убили не школьники, которым он показывал в карикатуре. Его убил вполне взрослый человек, который эти карикатуры видел еще в Шарле и Бдо. Почему я считаю, что сама по себе эта идея неправильна? Потому что, как уже я отвечал на вопрос, французские власти должны стремиться к объединению общества. Общество должно быть единое. Хотя бы в этом должна быть цель французских властей. А в итоге вы провоцируете часть населения, которое и так считает себя дискриминируемой, потому что среди мусульман больше безработица, меньше зарплаты в силу разных причин. Но они, естественно, это видят. И тут, вместо того, чтобы этих людей вписывать в контекст французского общества, вы еще начинаете по самой важной для них теме проводить провокационные уроки. Наверное, это не называется объединением наций. Можно еще вопрос? Да, вопрос у нас еще есть в зале. Вы не читаете, что показывать карикатуру это хорошо, чтобы открывать разум студентов? Не очень. А можете, Марк? показывать карикатуру. Это хорошо, чтобы открывать разум студентов. Вы так не читаете? Считаю ли я, что показывать карикатуры надо, чтобы открывать студентам глаза? Смотрите, мы говорим сейчас о Франции. Например, в России, в принципе, невозможно себе представить, что вы на уроке показываете карикатуру, оскорбляющую пророка Мухаммеда. Ну, это просто невозможно себе представить. То есть, это изначально является необразовательной вещью. То есть, вот, поэтому, если вы меня спрашиваете, как гражданин России, я считаю, что это, конечно, неправильно. И, естественно, к счастью, в России мы не показываем карикатуру на пророка Мухаммеда. Просто не считаем это нужным. Так же, как мы не показываем карикатуру на Иисуса Христа и на остальных религиозных деятелей. Для Франции хорошо ли это или плохо? Это вопрос, который, что такое хорошо или плохо? Я вам еще раз говорю, что с точки зрения задач французской политики это странная идея объявлять карикатуры частью государственной политики. Потому что непонятно, в чем цель. То есть, ради чего? То есть, ради того, чтобы французские мусульмане начали считать, что это нормально, они не будут считать, что это нормально, потому что это для них ненормально. То есть, это как бы путь, который ведет к дальнейшему расколу. Если французское общество готово к этому расколу, к дальнейшему, то это один вопрос. Но оно, очевидно, не готово к этому. Выступление за такую дискуссионную тему, которую вы подняли. Естественно, вопросы религии, это, наверное, самые дискуссионные вопросы, да, в любом государстве. Поэтому, пожалуйста, поблагодарим лектора. Спасибо. 10 минут.